Климатологи объяснили приток мигрантов в Европу изменением погоды. Как известно, миллионы жителей Ближнего Востока стали вынужденными переселенцами. Для стран этого региона настоящее бедствие. О причинах спорят политики, экономисты, социологи. И вот в полемику о причинах гуманитарной катастрофы вступили климатологи. В последнее время они все громче говорят, что резкий приток мигрантов в Европу в значительной мере связан с глобальным изменением климата в странах Африки и Ближнего Востока. Не исключено, что может появиться статус климатической беженцы. Фото, Reuters, международная группа ученых решила от версий перейти к поиску весомых доказательств. Для начала они изучили прошение о предоставлении убежища, поданное с 2006 по 2015 год беженцами в 157 государстваху. А затем изучили климатические условия в странах, из которых бежали авторы этих заявлений, и составили хронологическую и динамическую модель. Она учитывала множество разных показателей, скажем, расстояние между страной происхождения и страной прибытия, число жителей обоих государств, их политический статус, наличие в них этнических и религиозных групп и т.д. Минус. Климатологи предрекли исчезновение облаков через 100 лет. В качестве отдельного примера модель была проверена на ситуации в Сирии. Предпосылкой к трагическому развитию событий в стране стало повышение в регионе средних температур. Правительство потратило 15 миллиардов долларов на ирригационные проекты. Но они оказались неудачными, общий объем водных ресурсов в стране уменьшился вдвое, и настолько же упал урожай зерна. Это привело к массовому исходу сельского населения Сирии в города, безработице и недовольству. Аналогичную картину рисует и доклад ООН на состоянии водных ресурсов в мире. Его автор профессор Ричард Коннор считает, что важнейшую роль в сирийской войне сыграла беспрецедентная засуха, которая в 2006-2009 годах охватила территорию прежде всего Ирака и Сирии и привела к драматическому повышению цен на пшеницу, соответственно на муку и хлеб. Именно засуха вынудила миллионы людей переселиться из сельской местности в города, где уже разгорался конфликт общественного противостояния. Коннор обращает внимание, что демографический и социальный кризис разразился непосредственно перед возникновением исламского государства, организация запрещена на территории РФ. Более того, оно возникло именно там, где засуха поразила огромные территории, вызвав повальное разорение крестьян и миграцию их в города. Скопления обнищавших, лишенных средств к существованию обозленных крестьян, оказавшихся в чужих им городах, стали благодатным материалом для вербовщиков и их. В Германии дискутируют о климатических беженцах. Может ли человек претендовать на убежище, заявив, что из-за изменения климата жить в стране невыносимо, и вынужден эмигрировать? Международная группа ученых во многом подтверждает выводы Коннора. Более того, модель показала, что падение уровня осадков на одну условную единицу увеличивало поток беженцев примерно на 3%. Но можно ли уверенно говорить, что климатические беженцы действительно существуют? И стал ли климат главным виновником трагических событий? Здесь ученые предельно осторожны. Они подчеркивают, что однозначную причинно-следственной связи между изменением климата и массовой миграцией нет. Она всего лишь косвенная. Климат стал стимулятором, ожесточил конфликты, которые тлели годами. Итог. Гражданская война и миллионы беженцев. Минус. Умер автор термина «глобальное потепление» климатолог Уоллес Брокер. Климатические изменения не обязательно приводят к конфликту и всплеску миграции, говорит один из авторов исследования Креспа Куаресму. Многое зависит от того, насколько хороша в стране система государственного управления, уровень демократии, многие другие социальные и экономические институты. Если все это в порядке, то страна способна противостоять наступлению климата. Если нет, то начинаются беспорядки и возмущения. Кто-то скажет, что сейчас наука изобрела эффективные способы противостоять природным стихиям. Однако далеко не везде и не всегда это срабатывает. Что, по мнению ученых, показывает ситуация в странах Африки и Ближнего Востока. В данном случае именно климатические изменения, а не стремление к демократии, как утверждают многие политики, стали катализатором так называемой арабской весны. Комментарий. Владимир Семенов, заместитель директора Института физики атмосферы РАН, доктор физико-математических наук. Знаю, что, например, в Германии идет дискуссия о климатических беженцах. Обсуждается, может ли человек претендовать на убежище, если заявят, что из-за изменения климата жить в его стране стало невыносимо, и он вынужден эмигрировать. Лично я считаю, что прямой связи между климатом и миграцией нет. Более того, эта причина по сравнению с другими и прежде всего политическими факторами не столь существенна. Кстати, роль климата в развитии цивилизации всегда была очень существенной. А в далекие времена даже решающей. К примеру, американские специалисты из Колумбийского университета доказали, что великому завоевателю Чингисхану помогли покорить Палмира. Дожди. Изучая годичные кольца древних сибирских кедров, ученые обнаружили удивительный факт. За 20 лет, с 1210 по 1230 годы, здесь выпало рекордное количество осадков. Минус. Ученые создали климатическую карту США в 2080 году. В другом исследовании международной группе специалистов удалось реконструировать климат Европы за последние 2500 лет. И что же? Теплые и влажные периоды совпадают с периодами процветания европейских цивилизаций, в частности, Древнего Рима и Средневековья. 11-14 века. А упадок Римской империи, начавшийся с кризиса. 3-й века, почти точно совпадает с холодным и засушливым периодом. Это стало сокрушительным ударом по сельскому хозяйству основе римской экономики. Дополнительное подтверждение получила и версия, что великое переселение народов. 3-7 веков также было связано с неблагоприятными климатическими изменениями. То есть в Древнее и Среднее века климат оказывал решающее влияние на развитие цивилизации. Еще один аргумент в пользу этой версии – неожиданное исчезновение народа майя. Сегодня самая популярная среди ученых гипотеза климатическая. Многочисленные исследования и экспедиции показали, что между 810 и 2000 годами нашей эры здесь произошли сильнейшие засухи. Их воздействие на сельское хозяйство майя стало катастрофичным. Кризисы повторялись много лет, правители оказались не способны справиться с ними. А в 910 году произошел окончательный развал империи майя. Население покинуло многие регионы, оставив потомкам гадать, куда исчезли целые народы. Общество наука беженца в Европе.